Добрый день, дорогие зрители православного портала «Экзегет». И сегодня мы с вами отвечаем на вопрос наших зрителей. Вот нам поступил такой достаточно любопытный вопрос. «Благоразумный разбойник первым вошел в рай. Неужели он смог за недолгое время страдания на кресте приобрести такие свойства души, которые святые приобретали тяжкими трудами?» Ну, в общем, вопрос такой, конечно, который на самом деле охватывает собой сразу несколько областей. Ну, во-первых, хочется в ответ адресовать, может быть, человеку, который этот вопрос задает, встречный вопрос. А вам бы время, которое вы провели бы на кресте, показалось бы таким же недолгим, каким оно вам кажется сейчас? Напомним, что страдания на кресте, конечно, насколько нам о них известно, представляли собой невероятно мучительный образ казни. На самом деле, ну, была более, может быть, в каком-то смысле мягкая форма совершения этой казни, когда кресту той или иной формы человека просто привязывали. И он висел на этом кресте, и смерть его наступала, ну, в общем-то, не столько от каких-то ранов и увечий, сколько в течение времени продолжительного, от голода, жажды, зноя, от той беспомощности, которые он, в общем-то, подвергался и вынужден был терпеть, в том числе, нападение каких-то хищных птиц, и укусы насекомых, и все это, безусловно, приносило ему страдания, опаляющее солнце, и жажда, которой он томился на кресте. В общем, и в таком виде эту казнь нельзя назвать легкой. Но очень интересные, так сказать, есть подробности, интересные, это, как-то сказать, звучит даже, может быть, немного странно в данном контексте, обстоятельства, именно физиологические обстоятельства этой казни, которые сообщают современные анатомы. Дело в том, что вот в противоположность довольно распространенной такой иконографии, когда распятая на кресте изображается в таком виде, что гвозди пробивают его ладони, это не совсем так. Скорее всего, ну, так сказать, в каком-то среднем варианте, таком ладонь человека, она не выдерживает его веса, если он висит, приглажденный за ладони. Ладонь просто в какой-то момент оборвется, окажется разорванной пополам. Прошу прощения за столь натуралистические подробности у наших слушателей. Тем не менее, это так. И, в общем, человек не сможет достаточно долгое время провисеть на кресте вот в таком именно виде. Нет, дело в том, что кованые вот эти толстые достаточно гвозди вбивались человеку в запястья. И вот это вызывало невероятную просто муку. У нас есть, кстати говоря, и археологические подтверждения того, что это было так. В Иерусалимском историческом музее до сих пор хранится один из асуарьев, то есть таких вот глиняных небольших саркофагов, в которые помещали кости погребенных, найденные в Геномской долине, о которой мы как-то тоже уже немного говорили. В этом саркофаге был погребен некий Симон, сын первосвященника, который за, видимо, какое-то выступление против римской казни был также подвергнут вот этой мучительному распятию на кресте. Одна из вот этих вот лучевых костей в районе запястья оказалась пробита гвоздем, причем гвоздь был загнан с такой силой, что его не удалось отделить от кости даже после смерти усопшего и даже после того, как тело его разложилось. Он так и был, его кости так и были погребены в этом асуаре, в этом саркофаге, вот с застрявшим, с плотно впившимся в одну из костей гвоздем. Так что на основании вот этих действительно и археологических, в том числе свидетельств, мы точно знаем, что распятие совершалось вот таким вот образом, что гвоздь пронзал именно запястье распятого. И надо сказать, что здесь находятся как раз-таки очень важные такие нервные узлы, и именно они и пробиваются гвоздем. И человек, который подвергается такой пытке, он испытывает невероятные просто боли в запястьях, передающиеся по всем вот этим нервным окончаниям, которые находятся в его руках. И дополнительная часть мучения состояла и вот в том подножии, который тоже не случайно у нас изображается на кресте. Это тоже одна из таких вот частей страданий и мук, которым подвергался тот, кто был на этом кресте распят. Дело в том, что если бы этого подножия не было, и он не мог бы опираться обо что-то ногами, пускай даже прибитыми к этому подножию, то он достаточно быстро бы провис на своих пробитых гвоздями руках, и это привело бы к достаточно быстрому удушью. Он бы просто постепенно, но довольно скоро задохнулся бы, поскольку не мог бы полноценно в таком положении дышать. Поэтому вот с одной стороны это подножие выглядело, как какой-то такой элемент гуманизма, если вообще можно говорить о нем в отношении этой казни. То есть оно не давало человеку задохнуться. Но в то же время, как только он, начиная задыхаться, провисая на своих распятых и пронзенных руках, чисто инстинктивно начинал выпрямляться, отталкиваясь своими ногами от этого подножия, тут же невероятная, дикая, сильнейшая боль пронзала его пронзенное распятие. Поэтому страдания распятого на кресте превращались в такую своего рода, как бы, знаете, постоянную вот такую вот пляску движения вверх-вниз, когда человек пытался постоянно избегать либо одного, либо другого образа страдания, типа боли. То есть либо он начинал провисать и задыхался, либо он выпрямлялся и тут же получал невероятно болезненный удар, похожий, так сказать, на электроток, бегущий по всем его поврежденным нервам, сосредоточенным вот здесь вот в запястьях на руках. Вот так выглядела, уж прошу прощения, за такие, такого рода подробности, казнь на кресте. Я думаю, что любому из нас даже минута пребывания в таком совершенно мучительном состоянии показалась бы вечностью и отнюдь недолгой. И я думаю, что человек был бы готов поднести какие угодно труды, тяготы, тесноты заключения или какого-нибудь монашеского подвига, лишь бы избавиться хотя бы от часа или получаса подобных мучений. Поэтому не будем пытаться оценивать страдания распятого на кресте человека, сидя на удобном диване или, так сказать, еще каким-то образом привычно покоя наше, в общем-то, отвыкшее от подобного рода физических страданий, даже меньших страданий и трудов тела. Ну, это, так сказать, только что касается самого вопроса о том, чего стоили эти труды. Если же говорить о том, почему же разбойник был спасен, то мы видим, что спасение его зависело вовсе не от тех страданий, которые он претерпел на кресте. Ведь распятый рядом с ним же, его собрат по преступному ремеслу находил какое-то свое своеобразное утешение для своей черной души в том, чтобы всячески поносить, порочить распятого и проклинать, и смеяться, насмехаться над своим собратом по несчастью, над распятым рядом с ним, воплощенным Богом и Спасителем рода человеческого. И это вызывает законную коризну из уст его собрата, которая в сердечном раскаянии за все, что он совершил в своей жизни, обращается к Спасителю с вот этими, ну просто ставшими образцом для каждого христианина словами «Достойное по делам моим приемлю, помяни меня, Господи, во Царстве Твоем». И вот именно за это, за то, что в конце своей жизни он полностью переоценивает, он обращается ко Христу с глубочайшим, с теплейшим, с искреннейшим раскаянием, исповедует во Христе, вот в этом нищем распятом рядом с ним, Учителе, прозревает, узнает Господа, Господина, то есть явно кого-то находящегося выше, чем любые власти в этом мире, исповедует его царство. Ведь это же на самом деле это величайшее прозрение, которое говорит о том, что несмотря на все страдания, несмотря на всю греховную жизнь, в душе этого человека было место покаяния, было место благодати Духа Святого, и было место святости. И нам ли оценивать его с точки зрения того, насколько он может быть сравним с какими-то другими святыми. Ну, потом, опять же, есть такая важная деталь и важная черта, на которую указывают некоторые, так сказать, наши отцы, комментируя вот эти события. Да, первым в рай вошел разбойник. Да, он получил спасение, он получил обетование, спасение еще при жизни, незадолго до своей смерти, от Спасителя. Он вошел в Царство Небесное, но служим ли мы ему молебной? Нет. Ну, вы когда-нибудь слышали о том, чтобы православная церковь служила молебной благоразумному разбойнику, обращалась к нему в молитвах, призывала, просила его ходатайства у Бога? В этом и та разница между разбойником, между человеком спасенным и между святыми. Святые, да, действительно, они несли великие подвиги, великие труды. Но для чего? Для того, чтобы, как сказал Господь, отвечая на подобные вопросы, в том числе Антонио Великому и другим подвижникам, для того, чтобы в Царстве Небесном стать не просто спасенными, но стать друзьями Божиими. И в этом огромная разница между просто спасенным человеком и между тем, кто достиг своими трудами, а в первую очередь, опять же, покаянием своим, достиг Небесного Царствия, достиг того дерзновения, когда он может ходатайствовать перед Богом, обращаться к Богу и за других, за тех, кто призывает здесь на земле его в своих молитвах. Поэтому я думаю, что сама по себе мысль каким-то образом сравнить те страдания, мучения, то исповедание, которое было изречено богоразумным разбойником с трудами и подвигами святых, оно, в принципе, является, ну, так сказать, вопросом несколько, ну что ли, неуместным в данном контексте, вопросом из серии «Кто сильнее слон или кит?» это все-таки совершенно разные области существования человеческого духа, и разбойник является для нас, и в том числе являлся и для многих святых, великолепным примером и образцом подлинного состояния духа, в котором должен находиться и пребывать каждый православный человек, вне зависимости от того, будет ли он удостоен почитания как святой или нет. Если человек не носит себе вот того залога, вот того исповедания, того смиренного, сокрушенного, покаянного расположения духа, которое было у разбойника, достойное по делам моим приемлю, помяни меня Господь во царстве своем, то не встав на эту первую ступень, он не сможет подняться и по той лестнице добродетелей, которая ведет человека к вершинам святости. Все начинается именно с вот этого покаяния разбойника, и по большому счету им же и заканчивается. Если какой-нибудь святой, с позволения сказать, вдруг объявит о своей святости, о том, что он ее достиг, можно смело сказать, что этот человек находится в глубочайшей прелести, бесовском обмане. Ни один из подлинных святых никогда подобным образом о себе не мыслил, но до конца жизни пребывал в том же исповедании, в котором находился и благоразумный разбойник, а уж оценку его трудам, его добродетелям давал только сам Господь наш Иисус Христос. Ну, поэтому не будем уподобляться подобного рода суждениям легковесным таким людям и мы, и не будем сравнивать подвиг исповедания разбойника с трудами и подвигами святых. Опять же, существует несколько весьма интересных преданий, которые объясняют то, почему именно вот разбойник, один из разбойников из числа тех, кто был распят рядом с Христом, Одесную Ашую, все-таки сподобился такого исповедания, сподобился спасению и первым войти в рай. Любопытные такие сказания по этому поводу приводятся и у древних церковных писателей, и у преподобного Ниумер Тачиева, святого XVI века в его посмертных вещаниях, которые он в XIX веке надиктовал, являясь одному из афонских монахов, где содержатся вот такие попытки объяснения и рассказывается о том, например, что Спаситель когда-то, будучи еще младенцем, встречался с этим разбойником и разбойник, когда Господь со своей причистой матью Иосифом Обручником спешил укрыться в Египте, встретившись ему на пути, отпустил Святое Семейство, не сделав ему никакого вреда. И в награду за эту добродетель свою, такую хоть и разбойническую, был сподоблен вот и в конечном счете спасение своей души. Ниумер Тачива приводит более такое экзотическое предание, в котором этот младенец выступает еще младенцем, которого Матерь Божия когда-то накормила молоком из своей причистой груди, когда он остался один и брошен. И вот это самое молоко когда-то послужило, воспринятое им святыня, послужило к тому, что и вся жизнь этого разбойника протекла таким образом, что привела его к покаянию на кресте. Ну, в общем, на самом деле в восточных православных преданиях существует целый такой букет легенд, который доносит до нас ту мысль, что ничего не происходит на пустом месте, что из ничего не получается ничего, говоря, так сказать, словами известной латинской пословицы, и что, в общем-то, то, что разбойник в конце жизни покаялся и завершил именно таким образом, сыграло немаловажную роль и то, как он провел свою жизнь до этого и было ли в ней место, ну, хотя бы отчасти, покаянию и добрым делам. Поэтому спасение людей – это тайна судеб Божьих, доверимся ею во всем, и в большом, и в малом, и в особенности придадим ею и нашу с вами собственную жизнь для того, чтобы Господь ими же весть путями довел и нас с вами в добром исповедании разбойника до благополучного, обетованного конца этой жизни. И дай Бог и нам при нашей кончине услышать, почувствовать в нашей душе это Его обещание, что днись со мною будешь и в раю. Бося Господи. Аминь. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. Субтитры сделал DimaTorzok